Привет! Ну а сегодня мы разберем тему точки касания с клиентом. Для того, чтобы вообще начать продавать в TikTok и строить воронки продаж, нам нужно узнать, какие способы для продажи там вообще есть. Это и будут наши точки касания. То есть, какими действиями, деталями, инструментами мы можем продать в TikTok. Чем отличается продажа в Инстаграме от TikTok? Тем, что в TikTok продажа происходит намного быстрее, чем в других социальных сетях. Потому что в TikTok этих точек касаний гораздо больше. И аудитория там становится намного быстрее теплой. У нее очень быстро растет уровень лояльности. В TikTok вообще совсем по-другому. Там ваш ролик видят люди, которые действительно интересуются вашей тематикой, а не просто так наобум, лишь бы кому. TikTok ваш ролик показывает тем, кто изначально интересуется вашей тематикой. Дальше они переходят в профиль. И если мы правильно все с вами делаем, то они залипают в профиль минут на 20-30, а то и больше. И, соответственно, чем больше времени они проводят с нами, тем быстрее становятся теплыми. И здесь мы понимаем, зачем все это нужно. Чтобы холодного клиента перевести в теплого. Все это влияет на узнаваемость бренда. Просто одно дело, когда мы первый раз увидели логотип Кока-Колы, а другое дело, когда мы видим ее уже сотый раз. И уже даже не задумываемся о покупке, а просто покупаем. Какие же точки касания бывают вообще в TikTok? TikTok вообще является очень крутой социальной сетью, в которой люди очень быстро покупают из-за большого количества точек касания. Первое — это сценарий для видео. Мы в нем все прописываем. Это текст на видео. Это описание под видео. Это ответы в комментариях. Это закрепленный комментарий. Это закрепленное видео. Это ответы в директ. Это прямые эфиры тематические. Это совместные прямые эфиры. Это платная реклама Target или реклама у блогеров. Но вы можете, например, не везти никуда людей из TikTok, а продавать прямо в TikTok. Переписываться с людьми в директе и продавать на платформе TikTok. Вы можете закрывать людей на запись, на консультацию. Или, например, нам нужны подписчики в TikTok. Тогда мы в каждом ролике будем вести людей к подписке на наш профиль. Мы везде будем, во всех наших воронках, говорить «не забудьте подписаться» или как-то мотивировать к действию. Особенно это заметно на прямых эфирах. В прямых эфирах нужно обязательно говорить «не забудьте подписаться на канал», чтобы не пропускать наши прямые эфиры. Потому что человек просто забывает, он смотрит, ему нравится, но он забывает нажать кнопку «подписаться». Также, как вы знаете, мы можем сделать закрепленный комментарий, в который мы добавим какой-то оффер. Например, какой-нибудь промокод. Или, например, мы можем написать, если ты перейдешь в телеграм-канал, то получишь какой-нибудь бонус. Или, например, ты продаешь нижнее белье, и у нас финальная цель привести как можно больше клиентов. И мы будем устраивать воронку продаж. Из ленты рекомендации люди попадают в профиль. С профиля, например, они попадают на страницу Wildberries. И нам нужно определиться, как все это будет строиться. Сейчас будем разбираться с каждой точкой касания и инструментом подробно. Особенно, когда мы прописываем сценарий, это очень главный этап. Мы в голове каждый раз должны держать мысль, какая же наша цель, куда мы ведем клиентов. Вообще, какая у нас итоговая цель, куда мы их будем вести. На сайт, в директ или в телеграм-канал. То есть, когда мы просим человека перейти в телеграм-канал, мы должны какую-то вкусняшку, не люблю это слово, но какой-то бонус добавить. Что человек переходит, и он получает что-то бесплатное в телеграм-канале. Просто так ему как бы незачем туда переходить. Мы четко понимаем, что наша задача привести как можно больше людей. И, конечно, мы изначально прям в сценарии закладываем в текст, что переходите в телеграм-канал. Если мы это забудем указать, у нас не будет этой точки касания, не будет этой воронки продаж, понимаете. И люди просто так не перейдут по ссылке, потому что она там есть. Никто просто так никуда не переходит. Или такой текст. Срочно переходи в телеграм, там вас ждет бесплатный урок. Ну, круто же, да? Сразу интересно. По сути, мы говорим сразу руководство, куда человеку идти. Мы даем четкую информацию. Но одно дело мы это произнесем, а совсем другое, если это еще будет и прописано на ролике. Только не забывайте слово «телеграм» как-нибудь изменить, чтобы бот не понял это слово, потому что тикток не любит другие социальные сети, именно когда мы прописываем их. Можно несколько букв сделать английскими, чтобы бот не распознал. Стараемся маскировать вообще такие слова, как ссылка, бесплатный, ну, чтобы меньше нарываться на бота тикток. Именно вот когда мы их прописываем. И следующая воронка, это будет, например, ну вот точка касания, да, это описание под видео. Оно должно быть ярким, четким, четко по делу. То есть, например, мы написали «больше информации в профиле». Вот прям видео, да, написали в описании. То есть человек в ленте рекомендаций смотрит ваш ролик, и в описании ролика он видит больше информации в профиле, и он, естественно, туда переходит. То есть мы людей уже зовем в профиль. Следующая точка касания — это ответы на комментарии. И поставьте здесь себе прям, знаете, восклицательные знаки, ответы в комментариях, потому что очень многие не отвечают на комментарии. Вы будете отвечать. Это вообще одна из самых важных взаимодействий. Ну, конечно же, мы отвечаем на адекватные комментарии, не на какие-нибудь такие странные. Если вы даже просто смайликом ответили на комментарии, человек уже как-то к вам лучше относится. Он думает, как круто, блогер, человек сам отвечает на комментарии, и он не жлобится на комментарии, а общается с людьми, да. И у него уже как-то более теплые чувства к вам возникают, да. И может быть, он даже что-то хотел купить. А если бы вы не ответили на комментарии, он смотрит, но вы игнорируете комментарии. Смысл вообще ему деньги отдавать. Особенно если в комментарии клиент прям пишет, что я хочу, ой, у меня тоже такая же проблема. Мы понимаем, что нужно обязательно с ним переписываться, обязательно с ним общаться. Нельзя пропускать такие комментарии. Но сразу я вам говорю, если вы будете переводить людей в Инстаграм или отвечать прям в комментарии, что больше, ну, напишите мне в Инстаграм, например, для заказа, да, то вы учтите, что почти у 90% тиктокеров нет Инстаграма, и никто его не будет заводить специально ради вас, красивых, понимаете. Только не забываем, что мы тоже комментарии должны писать продающий. Он должен цеплять человека. Например, бесплатный марафон по ссылке в шапке профиля. Закрепляйте этот комментарий, а следом можете написать какой-то незакрепленный комментарий, не знаю, может с промокодом, еще с каким-то побуждением к действию. То есть, по сути, у вас два комментария точно должно быть под видео. Если видео начала набирать просмотров, у вас там нет закрепленного комментария, бегите, закрепляйте комментарий. Вот, например, девочка, которая занимается маникюром, да, у нее залетел ролик на много миллионов. И что она делает? Она сразу быстренько поняла, что нужно закрепить комментарий. И она закрепляет комментарий для тех, кто, например, с Ростова будет скидка. То есть, у нее-то бизнес, ее кабинет в самом Ростове находится, да, и ей нужно как-то это указать. И она вот такой комментарий и закрепила, что для тех, кто с Ростова идет скидка. И человек, естественно, если он находится в этом же городе, ему выгоднее пойти к ней по скидке. И тем более он видит, что делает работы, она классная. Иногда можно закрепить комментарий другого человека. Если вы видите, что там классный такой запрос, и вы классно ответили на него, прям закрепляйте этот комментарий. И теперь человек, когда будет попадать в комментарий, он сразу будет видеть ответ. Может быть, у него как раз именно этот вопрос и был. И чтобы вам 10 раз на него не отвечать, он прочитает просто ответ сразу. Вообще закрепленный комментарий — это гениальная какая-то идея кому-то пришла. Потому что люди всегда, посмотрев интересный ролик, они заходят в комментарии, они хотят почитать, что же там пишут люди. А если вам важна узнаваемость бренда, вы можете также писать какие-то теплые комментарии под видео. И люди будут их лайкать. И очень многие переходят посмотреть на вашу страницу, кто же написал такой комментарий. Следующий инструмент — это, конечно же, описание профиля. Но здесь мы долго задерживаться не будем, потому что мы эту тему уже изучили. Смотрите, человек увидел наш ролик. Вот, например, мою расческу, я ее продаю, и он ее увидел в ленте рекомендаций. Он переходит в профиль, посмотрел. Ну да, прикольно смотрится в разных цветах. Потом я веду прямой эфир и рассказываю, какая она классная. Как она классно расчесывает волосы вообще. И человек понимает, что классный продукт, и ему нравится, как я о нем рассказываю. И, конечно, вы можете делать совместные прямые эфиры. Например, вы психолог, а делаете совместный эфир со стилистом или с косметологом, или, не знаю, еще с кем-то. Не прямым вашим конкурентом, да, с психологом тоже, да, а вот какие-то смежные такие вопросы, которые могут перекликаться у вас. Чтобы у вас была одна целевая аудитория. Чтобы, например, я потом не сидела, не продавала эту расческу, а оказывается, передо мной аудитория все лысые. Понимаете? Вот что такое целевая аудитория. Можно год продавать эту расческу, это сидя перед лысыми. Ну, то есть выбрав неправильную целевую аудиторию. Также, когда мы отвечаем в Директе, можно настроить автоответ. Если честно, я так не делаю, потому что у меня не так много запросов, и у моих клиентов не так много запросов, что нужно прям автоответ включать. Но он делается только на бизнес-аккаунтах. Он настраивается индивидуально в настройках профиля. Но когда вы только начинаете, я это не советую, потому что все-таки нужно личное общение. Также, конечно, в ТикТоке есть Таргет. И если у вас есть желание и деньги, то вы можете им воспользоваться. Но Таргет мы изучать с вами не будем, потому что это прям целый раздел, который нужно изучать отдельно. Его просто так вот поверхностно не пройдешь. Также вы можете заказать рекламу у блогера. Это повысит лояльность к вашему бренду. То есть, смотрите, подписчикам от вас вообще не скрыться. Они видят вас в рекламе у блогера, они видят вас в ленте рекомендаций, они видят вас в телеграм-каналах. И, конечно же, они становятся к вам и к вашему продукту лояльнее. И давайте с вами подведем итоги. Что же такое точки касания? Я думаю, вы обязательно все поняли после просмотра этого ролика. Это обязательно сценарий правильный видео. Это текст на видео, это текст в описании видео, это закрепленный комментарий и правильный текст в нем. И закрепленный комментарий свой или подписчика. Это описание профиля, это прямые эфиры и это переписка в директе, это совместные прямые эфиры, это платная реклама Таргет и также реклама у блогера. Надеюсь, вы увидели, какое огромное количество взаимодействий с подписчиками и какая есть возможность продавать.